и снова здравствуйте всем привет и так значит перекрасил я сделал еще одну лошадь чтобы было четверо ну стоили вроде бы одинаковые чтоб стояли это значит не спирит сериал мультфильм давайте сделаем теперь им значит более-менее нормальные гривы так что делаем маскируем control левая кнопка мыши так их симметрия можно это дело отключить и значит через control выбираем brush находим автомаскинг включим backface mask зажатым контролем и проведем где-нибудь вот здесь да как то так то ну и немножко залезем значит на наш вот этот черепок все теперь находим fiber mesh так где ты тут fiber mesh находим лифт бокс и значит я убираю в основном вот этот вот черный волос он больше похож на волос и значит теперь modifiers уменьшаем значит количество волосюх пока уменьшаем длину волос ну где-то получается вот такая грива когда вы будете переводить значит ну двигать модель то будет чуть-чуть исчезать значит волосюха так что тут ну в принципе можно добавить немножко длины поменьше так еще чуть чуть побольше так и значит как чуть-чуть подразделение на побольше а ну-ка о это слишком много вот таким вот образом теперь тангет и чуть-чуть уменьшим и значит тут эту штуку тоже чуть-чуть подправим это значит тангет и значит тангет ас как ну где-то вот такая грива принципе пойдет здесь еще слин можно ведь и тоньше делать побольше так это нам не надо но где-то такая штука да а ну-ка можно ее значит волосы по длине и сделать модифайер добавлять не буду гравитация нам не понадобится ну здесь в принципе в принципе все пойдет делаем asset 34000 полигона в принципе нормально так закрываем модифайер сразу теперь возьмем откроем браш перетащим значит нижнюю нашу часть вот эту и значит помотаем автомаскинг закроем и найдем тут файбер мэш вот он выбираем кисточку значит мов и попробуем сначала мол мол вставим по моему в ноль до в ноль к или в сотку а ну-ка проверяем до сотку ставим так вот эти вот волосюхи тоже можно вот так вот подтянуть подровнять установить так что еще тут есть этот стукент а ну-ка сейчас выберем кисточку по-моему это граммер стронг а ну-ка control z вот эту штуку ставим тогда в ноль не прокатывает control z так а ну-ка эту в ноль эту значит в ноль так пробуем другую такую похожую это значит грунхир лэнд вот он грунхир лэнд так интенсивность можно уменьшить чтоб нормально работать и хоть так а ну-ка проверяем alt левая кнопка мыши так 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 на ноль поставим во и уведем на ту сторону так смотрим насколько она ушла но это волос потом к центру подтянется это не проблема так теперь что еще можно сделать ну чуть-чуть значит как-то это все дело здесь подровнять да так а ну-ка если мов чуть-чуть включим мов тут что-то покрутим вот эти ненужные потом можно будет поудалить не вопрос чуть-чуть поднадуем так мне кажется вот это вот грива вот где голова слишком большеватая ну в принципе ничего тогда так а ну-ка вот эта кисточка которая значит мы работали какая тут еще может закручивать эти могут так а какая же у нас обрезаем проверять громвер вот иные порции а ну-ка это что делает надувает надувать нам не надо так это тоже не подходит так, Ctrl-Z ну ладно, попробуем все это дело еще обрезать если получится, конечно так, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка транспозом, сейчас поэкспериментируем Alt-Левая кнопка мыши зажимаем, подтягиваем перекручиваем, куда мы ее тут подводим так, немножко Shift-ом кончики уменьшим и теперь вот этим, что делали значит, кисточка называется Ground Base Tap Groom Hair Hair Long так, чуть-чуть все это дело подкорректируем так, вот эти вот, которые здесь находятся Shift-ом уже выглаживаться не хотят да, но мы их приберем не вопрос так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z так, ну, грива уже вроде бы похожа сейчас еще немножко вот здесь вот чуть-чуть вот так на скидку и Shift-ом чуть-чуть выгладим вот так вот смотрим смотрим, как это все дело выглядит убираем нашего коня это уже значит в каких функциях в тулах саптулы заходим коня пока отключим и значит вот эти штуки которые где-то куда-то не попали давайте их тоже немножко подкинем а ну-ка попробуем значит резку так, резка у нас не прокатывает да значит вот так пока так, темноватый экран вот это вот иногда добивает да в документах можно это дело все поставить так которые торчат можно начиная Shift-ом как-то их уменьшить да вроде бы как бы исчезают не знаю где они потом вылезут ну я думаю Blender все это дело подберет так так и вот эту внутреннюю тоже туда куда-нибудь о включим коня смотрим волосюшки какие-то вдавливаем какие-то выдавливаем так какие-то здесь от уха пускай значит чуть-чуть поровнее будут протягиваем дэн и теперь значит мов побольше кисточку и значит поближе к нашему персонажу так чуть кверху вздернем так и немножко придавим так чуть-чуть повыравниваем так 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 и вот где ухо наверное ну это потом уже значит наверное в Blender подберется Control Z это чуть-чуть значит кверху наверное о ну ничего так грива вроде нормальная конская так 34000 полигонов это нормально теперь значит выбираем хвост и значит маскируем хвост Control левая кнопка мыши с двух сторон заходим опять же в Fiber Mesh выбираем ту же самую значит вот эту форму ставим поменьше ставим длину тоже поменьше тогда это волосюшки чуть побольше так еще значит поменьше полигонов чтобы потом не зашкаливали они да и значит вот этот Target Target Гравитацию не трогаем делаем немножко твисто покрутим так а вот здесь что-то она так дивайды по нолям так длину чуть побольше скайл а follow follow как а револьвер рач твист так это кто у нас тут где она почему не делается квадратно гнездовой так а ну-ка уменьшаем немножко добавляем где он тут слим добавляем что у нас тут еще радиус револьвер так твист это кручение по-моему так это что гравитация тангет ну-ка и снял маску файбер файбер превьюху убрал так а как же с хвостом поступить почему он не делает уменьшение значит вот этих волосюх вот они полигонов так ну вроде бы пойдет ассет да смотрим что получилось так мов чуть-чуть это все дело выгладим ну вытянем вытянем это кисточка которая делалась вся эта шняга во шрифт шрифтом чуть-чуть выгладим x симметрию можно включить шрифт теперь кисточкой мов все это делаем немножко подавим подкрутим подтянем что-то она по симметрии работать не хочет да мхм мхм Продолжение следует... Продолжение следует... Только грива более такая квадратная, да? А хвост такой более ровный. А, нет, тоже просто их много. Так, ладно. Ну и сохраняем всё это дело. Значит так, это будет экспорт пинджер. Это будет экспорт грива. Так, это пока нам не понадобится. Выбираем нашего персонажа. Опускаем его вниз. Делаем ему мерчдаун. Теперь, что можно сделать? Теперь делаем ему динамеш, объединение. Следом делаем ему дубликат. На верхний дубликат делаем теперь зеремеш, геометрия зеремеш, лэгейшн и поменьше полигонажа. Так, 4000 полигонов. Для лошади нормально. Вот, видите. Рот будет открываться. Здесь большой полигонаж не нужен, потому что нет таких, ну как, анимации лица нет. В основном уши, хвосты, ноги, да? Ну, теперь делаем всему этому Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Добавляем дивайды и, значит, заходим, включаем нижний наш sub-tool и делаем Projectile. Так, делаем тут Projectile. Так, есть такое дело. Теперь делаем развертку UV Master, Word on Clone, UV on Wrap. Делаем теперь копии, тыкаем на нашу картинку и заходим, все это дело прилепляем. Заходим теперь в текстуры Map, Crit, New from Polypaint, делаем клон, заходим в текстуры, делаем Flip-V, переворачиваем развертку для Blender, экспорт, сохраняем в формате PNG. Так, теперь следом. Деталей нет, ну, давайте сделаем Normal Map. На единицу убираем вот этот вот полигонаж и заходим, находим Normal Map, жмем клон Normal Map, клон нажимаем, с правой экспорт картинки PNG формат, потому что он меньше весит. Так, что еще? Ну и в принципе все, удаляем дивайды и на 4000 сохраняем экспорт, пишем конь белый, да? Так, этот файл сохраню, если кому-то нужен будет, допустим, файл Save As, находим где у нас все вот эти превьюхи и пишем развертка. Если сделать BPR, это типа рендера, то вот неплохой такой получается коняра. Итак, находим Import, общий, значит, где это? Новая папка, так, новый конь, так, уменьшаем его теперь, делаем тройка на лампаде S-Skyl, и нужно теперь попасть под этот рик. Так, на первый, значит, ставим кадр, так, S, так, 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 это где-то вот так. Выбираем коня, выбираем кости, а ну-ка, вот оно, во, все, он попал. Первый кадр, вот у меня стоит, именно в базовой позе. Ctrl-P, White Automatic Widget, Ctrl-Z, смотрим, что такое. Ctrl-P, White Automatic Widget, Bone Hard, это, как обычно, почему-то стал, наверное, переустановить надо, The Brush, потому что стал часто матюкаться на вот эту вот сетку. Хотя сетка всегда подходила, проблем таких, ну, как, были, ну, не столько часто. Значит, так, находим Mesh, Edit Mesh, и вот этих дегенератов, их нет. Теперь, значит, Mesh, Merge by Distance, 4. Дегенераты, нашлись. Так, теперь, еще раз, дегенераты, 0. Смотрим, если исправит это положение, Ctrl-P, White Automatic Widget, все равно матюкается. Это вот версия 3.6, в прошлой, в 2.93, у меня таких проблем не было. Вот сейчас вот на нее перешел, и часто у меня стали вот такие вот проблемы. Ну, не суть вопроса, это не для игрушки, тогда исправим таким макаром. Децимейтним это дело, чуть-чуть. Вот, испаганим сетку, как говорится, Apply, и вот сейчас это все дело, она примет. Не понимаю, что за фигня, что тут под децимейт, что-то косяк какой-то в этой версии, ну, вот так приходится делать, потому что уже те функции не исправляют этой ошибки, которые исправляли в 2.93, в 2.80 и так далее. Так, что у нас тут? Так, все, лошадь у нас есть. Так, даже с анимайшем. Теперь заходим, импортируем файл импорт и импортируем сюда нашу гриву и наш хвост. Так, это где она? Вот она, грива и файл так, файл импорт наш хвост. Теперь выбираем их вместе, делаем S и пробуем, значит, подсобачить к нашему персонажу. Насколько тут все нормально легло, добавим, давайте, материал. Сначала хвосту, пусть будет черный, ну, и грива тоже, пускай будет такая, чуть отличаться цветом, да, чуть светлая такая, или пусть такая же черная будет. Так, ну, у нас вот эти вот граждане, они все равно весят, да, вот, 70 тысяч полигонов, а сама лошадь у нас 4 тысячи, что будем делать? что можно с этим сделать? опять же, все, давайте децимейт ним, только децимейт будем делать, one subdivide вот эти, вот, видите, сколько тут полигонов, так, а ну-ка, чё-то не помогает, децимейт ним тогда просто коллапсом, как я люблю этот коллапс, это кто б знал, шейдер смут, как это все дело выглядит, да, есть квадратные полигоны, чуть-чуть тогда побольше придется поставить, но уже поменьше будет, как говорится, да, так, и значит, что, хвост что-то ниже опустился, вот, так вот, да, а, нет, и это была анимация, да, Ctrl-Z, 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 тогда выбираем наш хвост, заходим, куда мы заходим, опять же, делаем модификатор децимейт, 24 тысячи полигонов, я думаю, это нормально, смотрим, в каком состоянии наш хвост, ну, такой вот, мне нравится, так, а ну-ка, делаем шейдер сглаживание, смотрим, что у нас тут с хвостом, так, тут сейчас подтянем, ну, в принципе, нормально, apply, 20 тысяч полигонов, ну, для лошади с такой гривой, я думаю, это нормально, хотя, многовато, конечно, так, теперь, что будем делать, можно, а ну-ка, тройка на нападе, прежде, чем делать эксперименты, зайдем, давайте, сохраним, это, файл, save us, и, значит, добавим, хорс раннинг, походка, так, это, белая, так, теперь, выбираем, наш, вот этот, вот, волос, и выбираем, так, а ну-ка, где, так, тройка на нападе, как же их теперь выбрать, вот она ты, да, вот она, раз, и, значит, выбираем хвост, и делаем, ctrl-p, object-tip transform, наверное, а ну-ка, не, не хочет ввязаться, а что, если мы просто привяжем к ригу, да, выберем просто хвост, и привяжем к ригу, ctrl-p, white automatic widget, bon, фа, ва, 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 вот теперь этот бон, давайте, ликвидировать, децимейт-то мы сделали, ну, теперь нужно зайти, файбер-меш, надо версию поменять, наверное, потому что, ну, часто стало вот эту, ошибку показывать, это не есть good, дегенератов нет, майбай-дистанс, никого, децимейт-нем, в принципе, видите, тут ничего такого, а вязаться, ctrl-p, white automatic widget, а, не хочет, так, тогда что сделаем, что еще можно сделать, ну, давайте еще раз, децимейт-нем, наверное, многовато тут всего, да, apply, нет, видите, матюкается, так, а ну-ка, попробуем с гривой, ctrl-p, и грива матюкается, хотя все децимейт-нуто, может не надо было делать шейдер-смут, ctrl-z, 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 а, это уже долгая песня будет, да, тогда файл open, и хорс по новой, так, 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 Продолжение следует... Так, а ну-ка, если мы свяжем это с лошадью, Ctrl-P, Object, и свяжем теперь Ctrl-P, White, Automatic, Widget. Нет, матюкается. Так, что можно сделать? Так, если мы это все поднимем кверху, Shift-A, добавим арматуру Single Bone, и значит G, и просто привяжем косточки, Ctrl-P, Automatic, не ада. Попробуем иначе. Выберем нашу вот эту шкуру, сделаем Ctrl-P, White, Empty Group. Теперь зайдем, выберем наш только волос, зайдем в модификатор, и найдем Data Transfer, выберем нашего коня, и Vertex, Vertex Group поставим, и все применим. Apply. Во. Вот таким образом все это дело, значит, крепится. Да? Так, выбираем хвост, выбираем Rig, Ctrl-Shift-C, Ctrl-P, White, Empty Group, выбираем нашу, нашего хвост, Data Transfer, значит, вяжем это к коню, и значит, Vertex, Vertex Group. Apply. Так, и вот косяк. Видите, что хорошо бы хвост сделать отдельно, вот этой штуки, тогда привязать к хвосту, а потом к ригу. Давайте попробуем так сделать. Так, значит, это пока Delete, хвост пока аж скроем, выберем наш вот этот коня, выберем Edit Mode, выберем, значит, симметрию, выберем C клавишу, и значит, мы этот хвост сейчас выделим, и сделаем P Selection, Object Mode, Alt-H, возвращаем наш хвост, выбираем, значит, нашу вот эту штуку, выбираем наш риг, делаем Ctrl-P, White Empty Group, так, вот так как-нибудь поставим коня, чтобы видеть хвост, да, зайдем теперь в модификаторы, выберем только хвост, заходим на Data Transfer, и выбираем вот эту, так, а делаем тут название у него, зубы, 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 ну-ка туда и ход на коня не мог попасть до файла play так а все равно вяжется значит да а ну-ка вяжется он к ногам да значит нужно выбрать так кости выбрать хвост зайти вертик значит так with paint выбрать через shift нужную косточку и значит таким цветом все это дело замазать так ну вот это и роднёй ой как я не люблю заниматься бамс ладно объегорем это дело выберем хвост отвяжем значит так выберем хвост и выберем наш вот эту штуку отведем в бок вот когда так а чё тут получается хвост ценный а я отделил его так пи-селекшн насквозь не отделил получается так это мы отводим волосюшку отводим хвост подводим делаем ctrl j объединяем потом выбираем наш вот эту штуку выбираем наш рик заходим так 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 в edit mode выбираем наш хвост полностью этот и значит g вводим его вот сюда а тогда у нас анимация прописана и хвост они здесь не вернется дам так 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 получится или нет получилось дам теперь выбираем выбираем наш вот эти волосюшки заходим а выбираем рик делаем ctrl п white empty group выбираем волосню делаем data transfer ну ладно тут только хвост получается вертикс вертикс group apply во нормально теперь выбираем хвост заходим post mode выбираем значит весь хвост удаляем его все анимации ставим на первый кадр выбираем управляющую кость и заду подвязываем так а ента почему не привязалась это от хвоста какая-то неправильно сразу отделил и поэтому получается вот такой косяк какая-то часть вот оттянулась да так а ну-ка если хвост перевязать ctrl п white automatic widget да и тогда вот эту шнягу ctrl п white empty group перевязываем все на было и хвост перевязать косяк ну вот зато кому интересно будете знать теперь так так все понятно ну теперь хвосту нужно снова анимацию проверяем как он работает да чуть-чуть кайдовато надо побольше костей ему добавить но все будет наверно получше чем а ну-ка ctrl z все будет наверно получше если как было да так это получается надо переписывать теперь анимацию и допустим лакрот мотыляем и там на каком-то кадре допустим g и какие-то кости можно покрутить а ну-ка примеру потом буду переделывать уже так а теперь зайдем значит куда зайдем в object mode выберем нашу вот эту штуку добавим значит шипки до предела и попробуем значит что у нас тут скульп мод ну вот надо видите они теперь полигонами становятся растянуть видите они прилипли теперь надо поддельно чтобы его кости вот эти приняли но это надо экспериментировать так ладно теперь object mode выбираем нашу нашу гриву пробуем тоже значит что у нас тут заходим скульп мод вот с гривой уже видите получше будет наверное вот 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 так заходим в object mode смотрим что получилось так ну вот гриву видите что можно нормально заанимировать что я не могу сказать значит за хвост вот возможно нужно будет попробовать здесь еще добавить вот эту гриву и добавить значит хвост но это будет очень много весить и не знаю что получится ну грива вы видите что в принципе да значит значит гриву все нормально тут можно хорошо скрутить разными шипками подобавлять и будет ошибись так а если сделать object mode вернуться назад выбрать выбрать нашему так выбрать значит наш рик и выбрать так нормально смотрится без мотылянии да все назад вернули прописали амниска и локрот и пробуем какой момент так object mode удалим вот этот хвост и добавим другой так делаем с так и если мы сейчас его объединим control j ну допустим да и привяжем значит вот этот хвост наш вот это control p white автоматик выйдет вот он все здесь он уже все матюкается control z control z так если вот так вот сделать значит выбрать хвост выбираем хвост и вяжем его к костям control p white автоматик выйдет d так а теперь выбираем значит наш вот этот штук выбираем ctrl п white empty group выбираем наш волос выбираем модификатор выбираем дата трансфер выбираем опять же нашего вот этого хвостам. Вертекс, значит, вертикс групп. А ну-ка. Надо переписывать полностью анимацию, значит, хвоста, добавлять больше этих, как его называют, больше костей. И, значит, что еще? Ну, грива нормально получается, но с хвостом это же. Так, добавим, значит, шипки. Зайдем в Edit Mode. Так, в Skull Mode. Так, какая тут есть? Вот это может? Нет. Так, так, так. Ну, ладно, MOF и Вастик. Вот, а так распушается. Видите, ну, полигонаж больше. Если децимейт не делать, то, в принципе, может получиться нормальный хвост. А ну-ка. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в принципе, если анимацию сделать, чуть с хвостом поработать, то можно, я думаю, какого-то результата всё-таки добиться. Не так всё плохо, да? Так, тут единственное что... Что у нас тут с гривой? Так, Origin 3D геометрия. И попробуем чуть-чуть вдавить. Ну, вот тут можно доработать. Меньше придётся, наверное, уменьшать. Ну, уже получше будет смотреться конь, допустим, вот с таким даже хвостом. Согласитесь? Ну, такая какая-то штука. Всё, всем пока, до свидания. Вот такой был, значит, эксперимент. Продолжение следует...